Уважаемые друзья, этот фильм о Праге был снят во время открытия третьего всемирного фестиваля любви 8 и 9 сентября 2021 года. Главная задача этого фильма раскрыть красоту этого чудесного города в ее историческом многообразии. Муравитов в Праге. Мы на самом высоком месте сейчас, да, почти. Нужно посмотреть, вся Прага у ваших ног, она делится на четыре города, поэтому, когда вы будете на смотровой башне, можно сразу увидеть весь Прагу, всю Прагу, весь город. Вот, вся Прага у наших ног. Градчина это называется, да? Градчаны. Град. Град это крепость, крепость в чешском языке, а у нас вот сейчас покажется резиденция Пражский Град, и город называется как бы Градчаны, Пражский Град и прилегающие площади, улочки. Вот мы сейчас в Градчане, да? Траговский монастырь от слова страховать или сторожить, потому что он охранял подступы к Пражскому Граду, а Пражский Град у нас находится вот там, где возвышаются пинки Кафедрального собора Святого Вита. Там находится сейчас и резиденция президента республики. То есть Пражский Град это громадная, в принципе, по средневековым меркам резиденция, которая была местом, где на протяжении 10 столетий оттуда правили правители Чехии. Сначала князья, потом короли, а потом уже был период в 14-м и в 15-м и в 16-м столетиях, когда Прага была столицей империи, и оттуда правили императоры. А империя называлась Священная Римская империя немецких наций. Вот такое вот странное название, римская и в то же время немецких наций. Но обычно вот уже начиная с 15-го столетия, с 16-го, тем более, в Габсбурге возглавляли эту империю. Был период, когда из Вены перенесли резиденцию в Прагу, и отсюда император Рудольф II правил всей своей империей. Мы находимся действительно в очень красивом месте, на смотровой площадке. Что мы видим главное? Река. Река Вултава. Прага, она свою историю насчитывает еще с 9-го столетия. Именно в 9-м столетии свою резиденцию на Пражский град, о котором мы говорили, о резиденции, перенес князь Божевой, который стал первым христианином в Чехии официально. Ну, были до него, но он официально сделал христианство основной религией. И вот, уже начиная со второй половины 9-го столетия, все правители живут на территории, живут. Это тоже понятие относительно официально. Их резиденция находится на Пражском граде. Вот многоликая Прага, и вот эти вот черепичные крыши, они создают атмосферу города, по ним узнают Прагу. Здесь под нами мало страна, вот этот вот средневековый город, мало страна. То, что выше, возле Пражского града, Грачи. За рекой сначала старый город, а за ним еще, как бы, вот таким узким поясом его опоясывает новый город. И вот так существовали города Пражские до конца 18-го столетия. А потом в 18-м столетии их объединили в один город, Прага, по указу императора. И главным стал город, старый город. Но, тем не менее, старый город это Прага-1, Грачиный Прага-1, и вот малая страна это тоже Прага-1. Хотя территориально они находятся друг от друга не так и близко. Королевский путь начинается... Оттуда идет сюда. Оттуда сюда, да, потому что все торжественные мероприятия происходили таким образом, что через пороховые ворота объезжали делегации торжественные, и они заканчивали свой путь на Пражском граде. Ага, это вот здесь вот, да. Да, вот там, ну, там уже много построят, но мы всегда увидим, благодаря вот этому доминантному положению кафедрального собора Святого Вита. Об этом еще можно здесь только, можно рассказывать, об этом все постепенно. Что у нас здесь? У нас виноградники. Монахи, естественно, выращивали виноград. Почему? Как вы думаете, они и делали вино. А почему? Пить хотели вино? Продавать. Окупаться. Окупаться. Вообще, вино нужно было для литургии. То есть, для того, чтобы они могли, вот, согласно церковным канонам, пить вино, кровь Христову. Поэтому вот везде стали возделывать виноград. Здесь не так может быть и жарко, но тем не менее. Карл IV тоже был таким сторонником виноделия. Он привозил французскую бургундскую лозу, и она стала давать хороший тоже урожай. Здесь возвышается над нами башня костела Вознесения Девы Марии на территории Страховского монастыря. Бывает, мы ее слышали перед звонком. Так, мы находимся на территории Страховского монастыря. На территории Страховского монастыря. Само название «Страховать», вот если переводить на русский, будет обозначать «Сторожить». То есть этот монастырь, кроме того, что он выполнял свои церковные, вот такие вот обязанности, как любой монастырь, и в то же время он охранял подступы к пражскому граду, к княжеской резиденции. И основан еще был этот монастырь в XII столетии. Здесь находится сейчас собранная за многие столетия, лучшая, наверное, одна из самых таких вот важных, значимых библиотек вообще на территории Чешской Республики. Здесь хранится самая старая и самая ценная такая раритетная книга «Евангелие» с IX столетия. Она красиво очень украшена, она хранится в специальном депозитарии. И кроме вот здания библиотеки, можно подойти к нему, посмотреть на него, и там обычно стоят плакаты, можно увидеть красивые залы этой библиотеки. И кроме этого «Евангелие» также хранятся, рукописи хранятся, первопечатные издания Инкунабулы. То есть это такой вот памятник именно книжному делу, рукописям, к слову, которое, говорят, «не горит». Но слово-то вообще-то горит. Вот бумажные издания, они вообще-то горят. И вот когда здесь было нашествие шведов, а это было в начале XVII столетия, думал аббата этого монастыря, каким же образом спасти книги ценные. Потому что все знали, что эта библиотека уникальна, она ценная. Ну а шведская королева, которая очень интересовалась культурой, очень интересовалась всякими раритетами, она прямо вот своих посылала, таких вот культурных, можно сказать, захватчиков. И они по списку должны были ей доставить вот самое-самое ценное. Что сделал аббат монастыря? Он отправил, он отдал книги самые ценные в самые бедные дома. То есть у бедняков никто не будет искать. И таким вот образом вот эти раритеты были спасены. На территории монастыря, можно сказать, существовала такая мини-деревня, потому что всяческие хозяйственные постройки тоже присутствовали. То, что мы сейчас видим, это только часть территории монастыря, потому что она еще раскидывается дальше. С той стороны виноградники были, возделывали сады. То есть всегда монастырь – это хорошее хозяйство. Ну монастырские земли не облагались налогами, потому что хорошо, на хорошем счету обычно были у властей. И всегда власть, в свою очередь, хотела быть в прямом контакте, поближе к Богу. Ну как бы такой, свои люди были посредники, те, которые поближе к Богу. Вот. Самый сейчас главный и красивый храм – храм Вознесения Девы Марии. Сегодня приоткрыта дверь, вы туда заглянете, потому что убранство этого храма очень красиво. И когда-то вот в этом храме музыцировал сам Моцарт на органе, который там находится. И в этом храме хранятся останки святого Норберта, который основал орден примонстратов. А монахов ордена примонстратов мы можем с вами увидеть и узнаем их по белой рясе. Белый цвет, цвет непорочности, цвет Девы Марии. Поэтому монахов-примонстратов мы с вами легко распознаем. Костел Святого Роха сейчас уже не действующий. Там находится, ну по крайней мере находилась до последнего времени, находится картинная галерея. Еще одна картинная галерея есть вот за этим храмом. Там есть такой маленький дворик, который называется Райский двор. И та картинная галерея действующая, в ней множество интересных полотен. Еще и готическая живопись, и экохи барокко представлена. Так что есть куда пойти посмотреть и что там. Правил тогда император Иосиф II Гавсбук. И при нем многие монастыри и храмы секуляризировались, закрывались. Потому что монастырь, этот император считал, что не ведут многие монастыри полезную деятельность. Просто вот проедает хлеб прихожан. А аббат этого монастыря показал, что здесь идет просветительная работа. Здесь помогают, получается, обездолены. И этот монастырь сохранился. И другие монастыри-примонстратов, которые вынуждены закрыться, сюда перевозили свои цены. Что здесь еще можно увидеть в этом комплексе, в этой библиотеке? Раньше монахи и монастыри проживали в очень таких образованных местах. Они несли, в принципе, просвещение. Это были грамотные люди. И монахи этого монастыря собирали все, что связано с природой. А с природой связаны были растения, связаны были уникальные животные, ископаемые останки. Так что здесь, например, можно найти такого уникального, такой уникальный экспонат, как птенец птички Дадо. Эта птичка уже исчезла, но здесь можно это увидеть. Среди таких экспонатов, которые мы сейчас скажем, это не уникально, но в те времена люди не знали, что это такое. Например, рог морского животного Нарвала. Они считали рогом единорога. И господа, какие высокопоставленные, они получали в подарки для рукоятки своего кинжала, например, часть рога Нарвала. Потому что считали, что это рог мифического существа единорога. Ну, а в то же время диковинки были, например, как пенис кита. Очень большой. Вот, так что здесь была представлена и биология, и геология. Различные минералы тоже здесь представлены. Как изучали растения. То есть с давних времен уже собирали, получается, не гербарии, как мы знаем, а собиралась такая гриптотека. То есть, получается, делались своего рода такие книги, в которых, как бы, это, переплю... Ну, внешняя часть была из коры растения. Потом внутрь в эту коробочку складывались срезы растения, семена растения, листики растения. Вот таким вот образом изучали различные деревья. То есть, можно рекомендовать сюда идти всем, кто хочет посмотреть деревья и пенис кита. И так далее. И так далее, да? И так далее, потому что самое уникальное, в принципе, это Евангелие. Ну, в оригинале оно спрятано так хорошо. А что мы можем здесь увидеть? Здесь, вот, если присмотреться, это такой, так называемый, фьюфитер. Здесь, получается, книга таким вот образом раскладывалась. И можно было специальным приспособлением перелистывать, да, страницы этой книги. Ну, музыкальные сейчас пипитры, но поменьше немножко. Тут такой большой. Почему? Потому что книги были очень ценные. И чтобы не вот так вот страницы книги не травмировать и не разрушать, они все-таки хранились столетиями, использовали вот такие вот приспособления. И книги были очень большими. То есть, раньше читали с помощью пипитров? Ну, да. Ну, не знаю, всегда ли, везде ли, но в данном случае здесь есть такое приспособление. Но в Праге так точно. Вот здесь можно видеть вот часть философского зала. Видны высокие большие полки. Чтобы достать до верхних полок, нужны были специальные лестницы. Чем зал славится? Не только своим таким вот размером. Там находится еще уникальная фреска, посвященная философии и мудрости, на которой изображены как бы вот с веками уже изображены философы, которые еще с греческих, там, римских времен были известны. Ну, и прославляется мудрость и знание. Я думаю, что об этой библиотеке можно еще много рассказывать, потому что сюда идутся отдельные экскурсии, смотрят и удивляются. По билетику это уже отдельная такая история. Вы знаете, в Чехии очень хорошо учить историю, прийти в пивную и всегда в какой-то пивоварне, которая такая аутентичная, что-то найдется, связанное вот именно с каким-то историческим... А как это называется пивоварня? Святой Норберт. А, пивоварня называется Святой Норберт. Святой Норберт, так же, как и монастырь. Ну, монастырь просто был основан Святым Норбертом, основателем ордена Пивоварня. То есть пивоварня при монастыре официально, да? Да. Ну, я не могу сказать, что сейчас монахи здесь работают, но тем не менее пивоварня продолжает старые традиции. Исторически при монастыре, вот это интересно, да. Так, ну и вы чувствуете запах. Здравствуйте. Запах это нехмелье. Добрый день. Запах это соло. Вот этот вот запах специфический, это соло. И здесь вы можете попробовать пиво Святой Норберт и не только. Чешский тост универсальный, да, для всех времен народа. Да, тут все поднимают, смотрят в глаза. Надо смотреть в глаза. На здравие. На здравие. На здоровье. На здоровье. Хороший, хороший типич. На здравие. Ну, какое пиво. Хорошее пиво. Сказка. Значит, обычно в Праге 2 евро 50 крон, да, пиво стоит. Начнем с того, что вот, как бы, эталоном чешского пива является пилснербург. Потому что когда-то там, это давняя история, в 19-м столетии, это пиво сварили в городе Пилснербург. Потом стали варить аналоги на основании вот этого пива, пилснербург. Это то, что мы вчера в ресторане пили, да? Да. Вот мы вчера в ресторане пили. Когда в других странах бываете, там есть такая приписочка, пилснербург. О чем это говорит? Это пиво ползенского типа. То есть, вот если вы пьете козла пива, то знаете пиво. Вот мы думали, что это польское, а оказывается, чешское. Да, вы знаете пиво Крушовица, вы знаете пиво Крушовица. Да, Крушовица ведь прошлое. А это козел, это то же самое, что козел, да, переводится? Это пиво нижнего брожения, да. Это пиво нижнего брожения типично для Чехии, процент алкоголя, обычно около 4% алкоголя. И почему нижнего брожения? Потому что созревает это пиво долго и болтерия как бы оседает вниз, поэтому нижнего брожения. Или же лагер. Созревает почка, созревает долго, больше 30 дней. Нужна низкая температура около 8 градусов, вот в бочке хранятся, вот раньше они были в бочке, но сейчас они в таких вот огромных емкостях, где происходит процесс охлаждения. Поэтому вот чешское пиво, оно легкое, низкое содержание алкоголя. То, что вы видите, там 11%, 12%, там 13%, может быть 15%, даже выше, это плотность пива. Мы сейчас с вами в прекрасном месте, в монастыре, который связан с монахом Святой Норког, называется монастырь Страховский. Ну и наши, вот эти вот сорта пива, некоторые из них называются Святой Норкоголь. Темные, на полутемные. Ну, большинство, я смотрю, да. Ну, раньше было одно пиво Святой Норкоголь. Вот прямо тут бочки, в которых они варятся. Памятник Яну Непомудскому, мы его сегодня с вами увидим на Карловом мосту, потому что это тот Святой, возле которого все загадывают желание. Желание, мечты становятся. И в Праге, и не только в Праге, на мостах, еще не только на мостах, стоит вот такой вот Святой с пятью звездочками. Это не реклама коньяка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот сейчас интересно, если какие-то праздники есть, на эту башню проецируют цвета... Территория парков и дворцов. И посольств. И посольств. Малая сторона — это заповедник барокко с 18-го столетия, ничего не перестраивалось. Поэтому вот Прага — это место, как и Рига, кстати, где постоянно происходят какие-то съемки разных фильмов. Вы видите, смотрите фильм, вам показывают Вену, вам показывают Англию, вам показывают Францию. А мы так смотрим и слегка улыбаемся, потому что узнаем улочки Праги. Вокруг Карлова моста в этих улочках снималось, я не знаю уже сколько, какое количество фильмов, потому что вот сохранилась именно та старина, та аутентичность, которая вот необходима для передачи атмосферы старинного города в стиле барокко или в стиле, допустим, готики. Выбирает Прагу. Прага — актриса. Здесь у нас Лоретта комплекс, это христианский паломнический комплекс, но и в соответствии с ней называется площадь Лореттанская. Кроме Лоретты здесь расположено Министерство иностранных дел. Сейчас флаг не развивается, обычно виден чешский флаг, и там флаг Евросоюза. Но в то же время на балкончике мы видим флаги Евросоюза всех стран, которые входят в состав Евросоюза. Здание прекрасное в стиле итальянского барокко, очень такое ритмичное, с колоннами. Каждую колонну украшивают маскароны. Посмотрите, пожалуйста, вот эти вот мордочки наверху колонн. Каждая из них имеет свое мимическое выражение, то есть они не одинаковые, они отличаются. И вот здесь вот в этом дворце решает многое важное для чехии дел, но тем не менее Министерство иностранных дел здесь не изолирована эта территория. Иногда бывают акции, когда можно зайти на территорию дворца, и нам показывают, как работают эти учреждения, как они выглядят, потому что это все исторические памятники. Также на этой площади находится памятник Эдварду Бенешу, президенту Чехословакии. Он был президентом перед Второй мировой войной. Его судьба как президента достаточно была сложна, потому что его правление попало на период Второй мировой войны. Поэтому он был, по сути дела, президентом в эмиграции. Когда он вернулся, когда уже начали разборки послевоенные проводить, именно по его декретам отсюда выселяли немцев. Это было насильственное выселение, они по собственному желанию. Перед войной с 1938 года из мест, которые заняла немецкая власть, согласно Мюнхенскому договору, выселяли чехов тогда насильственно. А после войны, после 1945 года, в течение двух лет, с территории Чехословакии, тогда еще была общая Чехословакия, выселили больше, чем 2,5 миллиона немцев. Ну, представьте себе, население двух стран тогда, после войны оно стало меньше, где-то там порядка 13 миллионов человек, выселили 2,5 миллиона человек. Это была достаточно большая трагедия, можно сказать. Чехи не воевали, так вот официально, они были протекторатом, но тем не менее, вот это вот напряжение, недовольство, подчиненное положение у них накопилось. И вот их вот эта вот злость и неприятие немцев, оно вылилось вот в это вот решение президента после войны. Одной из самых ярких примечательностей Праги является Лоретто. Что такое Лоретто? Это комплекс паломнический, в центре которого находится такой, как бы, домик Девы Марии. Прообраз домика Девы Марии, хижины, Санта-Каса, святая хижина. Считается, именно вот было такое место, откуда Дева Мария отправилась со своей семьей, и потом вот в которой проживал маленький Иисус. Само название Лоретто появляется после того, как еще в далеком 13-м столетии из Палестины уходили христианские войска, и считается, вот там, где находился домик Девы Марии, они не могли оставить на поругание мусульманам. И вот считается, по легенде, ангелы подняли домик Девы Марии, перенесли на берег моря уже адриатического, и там, получается, появился вот этот вот комплекс Лоретто. А потом прообразы домика Девы Марии стали строить в других странах католических. И в Праге появилась своя Лоретто, и здесь она появилась в 1626 году, то есть это начало 17-го столетия. А что это был за период? Это был период 30-летней войны. Очень жестко воевали между собой католики и протестанты. И вот были те католики, которые считали, что не только силой надо доказывать правильность католической религии, ее истину, а нужно людям показывать красоту. То есть комплексы Лоретто всегда красиво украшены. Самые вот такие вот набожные, аристократы, они пожертвовали тут свой участок. Катерина Бенина из Лобковиц пожертвовала свой участок. Другие, получается, тоже дамы, господа, они пожертвовали здесь деньги на строительство этого комплекса. Строили лучшие архитекторы, например, Дицингофер, один из знаменитых пражских архитекторов. И что здесь есть? Здесь есть сокровищница. Сюда можно приходить дамам и посмотреть, что же это за сокровища. Но это не ожерелье, это не перстни, это не то, что мы считаем сокровищами светских. Это церковные сокровища, это то, что применялось в момент богослужения. А что это? Это кубки, допустим, куда для причастия наливалось вино. Это алтари, такие вот переносные, это митры священников, головные, получается, уборы епископов. И есть такой предмет, который называется дароносица или монстранца. Обычно это что-то такое вот на постаменте, из драгоценных металлов. И там уже в зависимости от фантазии архитектора, обычно заказывали вот такой прямо проект, чтобы сделать такого монстранца, сама композиция строилась. Ну, по сути дела, как небольшая скульптура, можно сказать. Самая значимая монстранца называется «Пражское солнце». Украшена она обалденным количеством бриллиантов. Шесть с половиной тысяч бриллиантов. Это вот в этой церкви, да? Вот в этом предмете. Монстранца и Пражское солнце. Что она представляет собой? Получается, на постаменте, на земном шаре стоит фигурка Девы Марии, и вокруг нее расходятся лучики, как ореол. Вот эти все лучики украшены вот этим вот количеством бриллиантов. И если придут сюда дамы, которые считают, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, они будут приятно удивлены. Потому что бриллианты многие, я так сразу вам показываю, чтобы можно было сравнить, я говорю, многие бриллианты по размеру больше, чем ноготь на моем вот мизинце. А это достаточно такой хороший размерчик. Можете мне поверить. Вот. Качество, естественно, этих бриллиантов достаточно высокое. И это, как бы, вот монстранца и Пражское солнце, она имеет свою историю. Говорят, откуда же такие бриллианты появились? Их пожертвовала на создание монстранца, вот этого предмета, получается, Людмила из Калаврата, графиня. Которая достаточно в серьезном, в солидном возрасте, за 50-е осталась вдовой. Ну, бывает такое случается. А это, опять же, период 30-летней войны, 17-е столетия. Ну, даме повезло. К ней посматывался молодой офицер. Ну, все скажут, ну, молодец, хорошо. Ну, мало того, что молодой человек не посматывался, который младше, был ее лет на 30. Но в то же время он принес ей подарочек, мешочек бриллиантов. Вот те самые 6,5 тысяч. Часть бриллиантов пошла за оплату венского ювелира, который создавал вот этот шедевр. А часть украшает эту вот дароносицу. Ну, вот прожила свои долгие годы Людмила Калаврат со своим этим молодым супругом. Кстати, по-моему, он был у нее еще не последним. Что-что был? Был не последним. Пережила опять вдовольствие. Да, не последним супругом. Она изображена, вот если вы пойдете в Лоретту, вовнутрь, увидите даму в красивом платье, которое полностью расшито вот этими самыми бриллиантами. Когда перевозили эту дароносицу в пражское солнце, охрану выставляли на протяжении всего пути, чтобы, не дай бог, кто-то не покусился бы на это сокровище. Также там находятся еще несколько дароносиц. Аметистовая, коралловая, большая и малая жемчужная, перстневая. Перстневая сделана из драгоценных камней, которые вынули из перстней, которые просто вот люди дарили, получается, этому комплексу. Так что Лоретта – это самостоятельная экскурсия. Вот там вот наверху, где колокольчик, можно увидеть, приглядеться маленькие колокольчики. Там находится музыкальный инструмент корриве. Каждый час играет мелодия тысячу раз «Поздравляем тебя», посвященная Диле Морисе, которая очень мелодична, которая красиво звучит. И тоже имеет свою историю. Ребенам рассказывают о девушке, которая тяжело заболела. Никто ее не мог вылечить, а отец у нее был богатым торговцем. Вот эта вот девушка однажды увидела сон, она пришла к своему отцу и сказала, «Папенька, сон я видела, что вокруг Лоретты, вокруг колокольни летают ангелочки. И там звучит очень такая вот небесная музыка, неповторимая от маленьких колокольчиков. А колокольчиков не было на этой колокольне. Но отец был человеком опытным. Он понял, что это знак Божий. И в 1700 году заказывают в Голландии музыкальный инструмент коррильон, который стоил немалые средства. Но отец был богатым купцом. Привозят сюда этот музыкальный инструмент, его размещают. 30 колокольчиков было в музыкальном инструменте. Звучит эта неповторимая музыка, чистая. И девушка исцеляется. Вот они, колокола. Музыкальный инструмент коррильон. Ага, музыкальный инструмент коррильон. Церковь Лоретта. Паломнический комплекс Лоретта. Коррильон был заказан и привезен из Голландии. Размещен на колокольне приблизительно в 1700 году. И с 1700 года там так играют? Да, здесь они находятся, играют. И одну мелодию. 27 колокольчиков. 3 колокольчика они не отвечали чистоте звучания. Они просто там для демонстрации находятся в этом комплексе. Ну, сейчас вместо 30 колокольчиков здесь располагаются 27. Барокко требует симметрии. В то же время здесь мы видим фреску, как живописец Лука изображает на фреске Деву Марию. Ну, и еще такая бытовая особенность. Здесь с давних времен находилась пивная. И когда уже начался момент приватизации, то есть это начало 90-х, местные жители думали, что возможно, и их пивное выкупят, и куда же они будут ходить на пиво. Они выкупили это место. И это место остается вот таким же простым, с простой плиткой кафельной, еще тех-тех-тех времен. То есть там всегда есть какой-то такой запашок дешевый забегалок. Там пивная, да? Да, там пивная. А почему дом Черного Вала именно? Черного Вала это название дома, это имя дома. Пражские дома старые, они имеют свои имена. Мы еще увидим на домовых знаках имена старых домов. И вот это вот место в чешском языке пивная называется Господа. И вот в эту Господу уходят до сих пор и приходят местные. У Норберта мы пили пиво только такое, которое производится в Норберте. Оно нигде не продается. А здесь получается пиво распространенное. Там, допустим, козел есть, пузенское пиво есть, пузенский простровый. Идемте. Козел. Вот сюда пишется цена за пол-литра. 37 крон, это получается полтора евро приблизительно. Ползень – 1,8 евро. Ничего себе. Вепровый, свиная отбивная получается, 4 евро с небольшим. 4 евро, да? И жареный сыр с картошкой внизу. Что жареный? Жареный сыр с картошкой внизу, 5 евро. И мы находимся в Праге, буквально тут в 500 метрах от Пражского града. Вот можно увидеть такие цены, которые не всегда встретишь в Пражской глубинке. Вот вам, пожалуйста, характер простого чешского человека. Мы не будем стремиться к роскоши, но дайте нам сохранить наши традиции и привычки. Ну, круто. Вокруг сплошные дворцы. Градчанская площадь вот эта, да? И вот здесь вот находится церковь, женский монастырь. Вот это, да? Он такой, можно сказать, сам себе закрытый. Вот. А там вот, где начинается Пражский град, парадный вход Пражского града, сейчас проходит смена караула. Ну, красивая одежда такая. Красивая сейчас, летняя форма. А это в 12 часов торжественная смена караула, она с определенным ритуалом, с музыкой. А, раз в день только. Да, 15 минут. А, ну мы как раз упомянули. А мне 10 только прошло. Ничего страшного, мы зато увидели, где они красивые. С 14-го столетия здесь выкупили для своих дворцов, аристократы, участники МИИ. Поэтому здесь вот у нас Шварценбергский большой дворец. Что ты себе такой красивый? Украшен с граффита. Это Шварценберг. А граффита, это техника, которая к нам попала из Италии. То есть это не рисунок, это метод процарапывания. Метод чего? Процарапывание. Сначала наносят слой штукатурки темной, он высыхает, потом светлый слой штукатурки, потом процарапывают рисунок. И вот на карнизе мы видим красивое цветочное граффита. И вот здесь вот такой вот граффита более геометрическая. Вот. Дворцы продолжаются, потому что там вот в начале площади, где мы проходили, там находится Тосканский дворец. В углу площади, Мартиницкий дворец. Мы за колонной чумной не видим, но вот то, что в центре, это чумная колонна. Поверху фигурка Дева Марии. И вот сейчас будем приближаться в Красный Град. Пойдемте, вот там вот тоже очень красивая музыкальная. А вот тут белые. Музыкальные вышли. Ребята, там музыкальный полк. Да, белые очень красивые тоже. А белые, то что за... Вот перед нами вот левая. Я вижу красная. Нет, нет, это не солдаты. Солдаты красные, а белые здания. А белое здание. Вот это вот как раз архиепископное здание. Это архиепископский дворец. И вот сейчас мы к нему подойдем. Можно на гербе просчитать с правой и с левой стороны 10 кисточек. Это как раз вот в любом месте, если вы это увидите, архиепископский дворец. Здесь 10 кисточек говорит о статусе именно архиепископа. Ага. Где кисточки? Вот зелененькие по бокам от герба. А, вот. Ага. То есть архиепископский дворец. Да, в 16 столетии получил архиепископ от императора здание. Не то что в собственность, но именно как место резиденции архиепископа. И последующие архиепископы, они всегда имели здесь свою резиденцию. То есть это место, где и сегодня архиепископ имеет свою резиденцию. Ну и балкон для него, как время, да, выходить. Да, да. То есть очень красивое здание. В глубине этого дворца находится следующий дворец. Там дворец Штенбергав. И в нем находится картинная галерея, можно сказать, старых мастеров. Так что вот, кто захочет увидеть живопись, в том числе, Дюрера, например, Кранаха. Ну такие, хорошие, да. Хороших, да, таких именно мастеров, пожалуйста, можете пойти в Штенбергский дворец. А вот это очень красивый светильник, канделябр. И освещение... А, канделябр это светильник, да? Да. И восстановлено освещение газовое, как это было в 19 столетии. То есть и сам светильник с 19 века, но и вот принцип освещения, он тоже восстановлен так, как он был в 19 столетии. Дойдем немножко ближе. Увидим три портрета одного человека. Кто же это? Это Томаш Гарик Масарик. Первый президент Чехословакии. Он стал президентом в 1918 году, когда развалилась австро-венгерская империя, австро-венгерская монархия. Был очень популярным в Чехии, в Чехословакии человеком. И до сих пор эти лозунги, я думаю, что они актуальны. Легко прочитать. Не бояться, не лгать, а не красть. Не бояться, не врать и не красть. Да, последнее сразу понедит. Да, по-моему, это можно в любом месте, в любом месте, где работают политики, повесить как... Не бояться, не брать и не красть. Не бояться, не лгать и не красть. То есть Масарика считали совестью нации. Можно сказать, что в каждом городе есть площадь Масарика, есть памятники Масарику, есть улицы Масарика. Это вот такая значимая фигура чешской политики. И вот памятник этому человеку, это как раз памятник. То есть, в принципе, это как для любого президента, как постулат для действия. Томаш Гарик Масарик, такая двойная фамилия у него появляется после того, когда он решил добавить свою фамилию, часть фамилии своей жены. Гарик, это фамилия, получается, супруги, которая была канадкой. Отсюда также открывается великолепный вид на Прагу. Тут не только Малая сторона видна, там уже видны немножко современные постройки. Президентский дворец вблизи. Ну и внизу под нами находится район Малая сторона. Можно считать, что вот где-то такие домики, в которых когда-то и Карсон приземлялся, похоже, да, черепичные крыши. Малая сторона с улицы Нерудова. Здесь много храмов, много дворцов, как я уже говорила. Отсюда хорошо виден храм Святого Николая с громадным куполом, с громадной фреской. Высота вообще купола достаточно внушительна, вообще храма. Вот вы можете представить, насколько высок Святой Николай. Вот подставьте вот эту мысленно. Возьмите пражскую эфелевку, поставьте под купол, и еще останется метров семь. То есть, настолько вот массивных размеров этот храм. Речка вот так вот продолжается. Если вы захотите увидеть танцующий дом, то сначала лучше найти здание с золотой крышей. Это Народный театр. Видно, да, здание. И потом продолжать движение по линии вдоль этих домов. И на следующем перекрестке можно увидеть стеклянную башню, бетонную башню, которые вот такие асимметричных форм. И там находится как раз танцующий дом. Здание появилось только в 18-м столетии. А внутри находится вот так, каменная арка, красивые ворота. Они еще остались с 17-го века. То есть, постоянно пражский град вот так вот что-то разрушалось, что-то перестраивалось. Очень много объектов, встроенные один в другой. То есть, более старая эпоха, встроена в более свежую эпоху. Иваль любви и мира и добра. Слышимость, алло. Вот здесь надо учиться ораторскому мастерству. Потому что человек себя слышит очень так это громко. И у него чувство собственной важности повышается. Вот если кто-то неуверенный, он может сюда остановиться. А если ему еще сказать, что при этом исполняется желание, все. Верните меня назад. Пять дворов насчитывает Пражский град. Первый двор был тот почетный, красивый, где происходит смена фараула. Сейчас мы во втором дворе Пражского града. В центре находится фонтан. Его называют львиной. Еще он был установлен в 18-м столетии. Окружают здания все в одном стиле. В стиле венского классицизма. Но, тем не менее, здания совершенно с разных исков. Вот мы прошли под аркой здания с 18-го столетия. Здесь дворец получается с 16-го века. Там тоже часть галереи, часть музея находятся. Впереди проход. И там в основе есть еще старая белая башня. И там еще 12-13 лет можно обнаружить внутри. А мы двигаемся в сторону кафедрального собора Святого Вита, который является доминантой Праги. И виден практически с каждой точки старого города. Собор правильно называется кафедральный собор Святого Вита, Святого Ватлова, Святого Войтиха. И что основное по истории собора? Собор начинает строить, когда Прага получила право иметь собственное архиепископство. И мы зайдем сначала в собор. Вот эта часть красивая, такая грандиозная, готическая. Но это то, что начинает строить во второй половине 19-го века. Собор состоит из двух частей. Потому что на месте вот этих красивых башен раньше стояла такая временная стена. А временная стена простояла совершенно немало. Она простояла начиная с 15-го века до конца 19-го столетия. То есть, по сути дела, с точки зрения Праги, это новодел. Ну вообще это готика, да? Это готика, да. В стиле нео-готика. Хотя в стиле Гауди тоже похоже. В стиле нео-готика. Да, да. Но Гауди немножко. Ну вот тоже он любит такие формы, что чем-то напоминают Гауди, барселонские. Готика, она вообще вся такая устремленная. Верх, остроконечные башни. То есть, вот если мы видим такие вертикальные пропорции, да, конечно, есть... То есть, вот эти балкончики отделяли уровень земной жизни и небесной. Здесь когда-то находился орган. А-а. Но орган сейчас перенесен в среду. И там типа Отец Небесный, да? Да, наверху, да. Символ Солнца там наверху. Но обратите внимание, Бог-Отец, оно символ Солнечной. И Роскут, один из Лобковицей был. И Бетховена сыграл. То есть, Лобковица это князья, которые были покровителями Бетховена. Покровителями Бетховена при жизни, да. Здесь находится великолепная коллекция испанской живописи. Вообще говорили, что они насобирали коллекцию шести столетий. Настолько они были вот такими знатоками искусства и очень ревностными собирателями ценностей. Часы тоже, кстати, интересные. Посмотрите, сколько времени сейчас. Бывает, это нижняя минута, а верхняя часы, да. Но это сразу понятно было, да. Не сразу, никто не догадывает. Нет, ничего, нет, нет, нет. Вы абсолютно правы, да. Нижняя минутная. А верхние часы, да. Верхние часы. Чтобы понять, сколько именно часов, минут, надо рассмотреть оба циферблата одновременно. Это хороший тест на открытое сознание или нет, да. На расширение восприятия. А, кстати, у меня часто дети отвечают. Ага, а где у детей есть все их широкое сознание? Да, да. Строено это было уже в 17-м столетии. Короче, здесь старая готика, новая готика и барокко все вместе. И барокко, да, да, да. Однозначно. Ну и вот в этом дворе, третьем дворе Пражского Града, мы здесь еще находимся возле здания, место, где работает президент, когда он бывает на территории Пражского Града. Там мы видим флаг Чешской Республики над балкончиком. То есть это как бы официальный вход в эту резиденцию. Есть, конечно, как бы и с другой стороны подъезды, куда завозят на машине президента. Но если какие-то торжественные мероприятия, то открываются эти двери. Пятого столетия. А Магнамадский вообще пятого столетия, да? Десятого. А десятого, да? Вот это за башнями, да? Вот это построенная мастеря. А, первая, красная. Да. На Баррельефе, посмотрите, там вот был Святой Георгий. И сам комплекс, сама базилика посвящена Святому Георгий. И тоже краткая история. При князе было принято решение в 10-м столетии строить этот монастырь. Женщина слева – это Батиса Млада. Она и другие Батисы имели право короновать во время коронации королеву. Какая ажурная красивая готика. Я говорю, смахивает на этого. Вернее, он отсюда что-то брал. Гаудию. Гаудию, да. Он тоже брал от этого готики. А внутрь, если зайти, вот это вот, внутрь этой базилики, очень такие маленькие окна, такая вот ровная, ровный потолок, мало света, потому что света мало, вот эти вот, получается. То есть совершенно разные эпохи. Было такое правило, аббатисами этого храма становились женщины княжеского или королевского происхождения, которые не выходили замуж. Здесь покоится мощь и святой Людмила, о которой я говорила, первой чешской христианке. Она же является православной Людмилой, которую мы знаем. И Вацлав, который чешский, это православный Вячеслав. Так что до разделения церкви эти святые почитались и в той, и в другой конфессии. Какая красотища, да, это мы в самом центре Праги, вот это есть Волштейнский сад, да? И здесь находится территория Сената Чешской Республики. Посвящен сад имени Волштейна, Альберта Волштейна, генералиссимуса, полководца во время 30-летней войны, это еще 17-е столетие. И вот, в принципе, эта территория, это дань его амбициям, его притязаниям. Он был великолепным полководцем, и для своей вот этой вот резиденции в Праге было снесено 22 крупных дома, несколько дворцов включены в часть этого комплекса. Здесь мы увидим и вот такой вот водоем, озерцо. Сейчас увидите, что здесь плавают огромных размеров рыбы, да. Дальше мы будем видеть еще прекрасных павлинов, которые просто так вот бегают свободно. Ну, мы пройдем, увидите, насколько хорошо украшен этот сад. Все самое лучшее Волштейн для себя со всей Европы сводил. Лучшие архитекторы, лучшие скульпторы. И сам комплекс находится под Пражским градом. Вполне вероятно, Волштейн предполагал, что у него есть все основания стать черственным королем. Но это не случилось. И вот одна из них только Венера, которая на фонтанчике. Только ее удалось вернуть оригинал из Швеции. И шведы как проприировали, ничего отдавать не хотят. Мы пришли обедать. А, на террасу идем, да? А там просто обалденный вид. Можете дворик споткать, никому вид. Это у нас ресторан на крыше в центре Праги. Градус продействовал, да. Девушка на руке можно было. Мало ли, по традиции. Да не капсидит. А сейчас можно сфотографировать, но сгоняем уже. Вот так. Вот так же штуки летают в центре Праги. Нам принесли суп, спасибо. Как он называется еще раз? Кулайда. И что там? Грибы, грибы, другие грибы. Грибы, вот тут яйцо целое лежит. Я не вижу. Это как хачапури. Грибы, яйцо, укропчик, сливки. Несколько видов. А у меня какое-то не такое яйцо. Что-то наподобие аджарских хачапури, только суп. Как-то у тебя видно яйцо. Я думал, у меня вообще кусок лосося лежит. Вы знаете, по чешки. Приятного аппетита. Спасибо. Как? Добро пить. Приятного аппетита. Декуем декусти. Вы сейчас сами попробуйте. А у тебя что? Телячья вырезка. Вот, мы были в ресторане категории Мишелин. Вот тот сейчас на крыше. А, так это Мишленовский ресторан. Да, мы были в Мишленовском ресторане. Представляете? Еще раз, что это такое? Чешский трудельник. Не путайте, пожалуйста, трудло. Вот сейчас посмотрите, вот вырезка. Что это такое? Это вот такие вот печеностей, скажем так, да? Они очень съедобные, очень вкусные. И они с корицей пахнут на всю улицу. Да, мы чувствуем. С разными наполнителями могут быть со сливками, могут быть с шоколадом, с керамелью, с ягодами и так далее. Ну и сварженное вино. То есть теплое, горячее вино. А, ну это можно, да. Это вкусно, когда холодно. Это Глинтвейн. Совершенно правильно. Тердельнике и Глинтвейн 200 пилот. Так, все. Самое сердце Европы. Меридиан Европы проходит здесь, именно. Здесь разъединяется Европа. Вот здесь есть сердце в Праге. Середина Европы. Вот в Гринвиче начинается нулевой меридиан. И здесь, вот именно здесь он проходит по центру Европы. Мы поставили год назад. Снег. А это опять? А это? Похоже. Идем дальше. Как этот мост называется? Потому что я мороженое люблю. Карловый мост. Карловый мост. Это самый такой... По которому проходил путь, как раз таки он шел на Грачаной, к себе на кустел Святого Вита. Ага, там где мы сейчас были. Вот это Карлов мост, прямо из речки Бултава. Мы как раз разворачиваемся после Карлова моста. Вот первый камень в основании башни Старомесской закладывался не просто так. Карл IV захотел построить такое сооружение, надежное, основательное. Перед этим тоже стоял мост, он был разрушен. И ему нужен был мост, который простоит долго, на все времена. И вот он обращается к своим мудрецам, к астрологам. У него были придворные астрологи. Он к ним обращается и говорит, скажите мне, когда надо начинать строить мост. Они раскинули карты звездного неба. И сказали, вот скоро будет такая дата. А дата звучит очень просто. Если вот вы начнете, я вам ее скажу, вы даже не будете специально запоминать, вы все равно будете знать, когда мост построен. Звучит эта дата так. 1, 3, 5, 7. Это год. 9 числа, 7 месяца. 5 часов 31 минуту. То есть получается такой вот полиндром. И считается, что в эту дату планеты, которые самые важные, они находились как бы в соединении. И это гарантировало хорошие такие предпосылки для создания Карлова моста. Так что вот это вы для себя можете как бы запомнить. Дата основания Карлова моста. 1357 года. Да. Потом снова нечетные 9. Потом 9 числа, 7 месяца в 5 часов 31 минуту. Очень много тайн. Вот, например, когда на башне находишься в день его летнего состояния, то башня сведет от солнца западного собора и садится за кафедральным собором ровно в часовню святого Вита. То есть это тоже как бы вот... Карлов IV, он был очень мудрым человеком, был таким вот мудрым правителем. И множество знаний, которые вот тут использованы, возможно, они держат город. Город практически не был разрушен ни в какое столетие. Карлов пост это как бы самая привлекательная часть на реке. Здесь светло. Ну и вот сейчас, я не знаю, вы пройдете по мосту, наверное, уже будет крайне мало туристов. И в это время вот можно ощутить Прагу именно вот такой, как она есть, с ее собственной энергетикой. Мост это связующее звено между старым городом и другой средневековой частью. Раньше же мостов не было, такие вот водочки, паромы, переплавы, переправы, поэтому мост очень важен. Сейчас он пешеходный, а по нему раньше ездили повозки, а потом ездила хонка, трамвайчики. Были такие трамвайчики на лошадиной тяге. А по поводу таких мест, где приезжают и отдыхают всякие такие серьезные особы, здесь вот такой лицо отель, 4 сезона. Но если Путин приезжает, он обычно останавливается вот здесь, вот в этом отеле, 4 сезона. По сезон. А Путин часто приезжает в Прагу? Раньше бывало. Раньше бывало, а сейчас же они дружат. Ну да, да. Сейчас не дружат. Вот красивое здание светится, это здание филармонии. Когда-то здесь была биржа, а во время войны здесь находилась резиденция рейх-протектора, и когда он появился здесь, и увидел он на верху композитора Мендельсона, что говорит тогда один из главных нацистов местный говорит, брите этого еврея отсюда. Он там Мендельсон заседал, да? Да, в филармонии стоял. Ну, простые рабочие, они же не знают, чего убирать. И взяли, они убрали Вагнера, самого любимого композитора Гитлера. Снова скандал. Вагнера, да? Вагнера, да. Ну, подумали, но раз самый большой нос, значит, наверное, это евреи, которые так называются. В общем, потом, сказали, топали-хлопали, убирайте Мендельсон. И спрятали Мендельсон, они стали разрушать, закопали где-то. После войны и Вагнера вернули, и Мендельсона вернули. Сейчас здесь находится филармония. Красивые залы, красивое, красивое, это очень место, это уже здание 19-го столетия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok